Девушки отдыхают Присаживайтесь, пожалуйста Добрый день, спасибо Это история Бориса и Елены Вяткиных из Москвы Которых разделила война Им всего 18 лет было Получается, только школу окончили И сразу война Давайте почитаем Милый мой Хороший мой Борис У нас все хорошо Немец подбирается к Москве Но мы не сдадимся ему Никогда такого не случится Твоя мама устроила меня Работать в госпиталь, в столовую Знаю, что ты хотел, чтобы я пошла Учиться, но какая сейчас учеба Я, конечно, хотел бы пойти В медсестры, но для этого нужно Окончить специальные курсы А отбора на них еще не было Я объясняла, что хочу Быть ветеринарным врачом И что у меня была практика перед институтом Но они ответили, что Это не подойдет, да Я и сама понимаю Просто очень хочется Быть полезной своей родиной Всем, чем смогу Потому рада работать и в столовой Как ты? Здоров ли? Мы с котиком Очень тебя ждем Он после твоего ухода Стал печальной и испуганной Ждет хозяина Обнимаю тебя И очень жду Пусть быстрее закончится Эта проклятая война Твоя Лена Котик, про которого пишет Елена Ее собака, которую они с Борисом Подобрали на улице Он был очень худой, жалкий И не лаял, а почти мяукал Потому они назвали его Котик Они с первого класса учились В одном классе московской школы И Борис влюбился в Елену Сразу, как увидел Она, девочка с большими бантиками Давала первый звонок Здравствуй, дорогая моя Леночка Шлю тебе свой сердечный привет Я служу все на том же месте Но не знаю, сколько будет время Существовать этот адрес Так как есть слух, что мы двинемся к Москве Но, может быть, нас еще оставят здесь Ничего пока не ясно Сегодня мы получили новое Обмундирование и сапоги Все удобное и красивое Вчера я ходил в город Но ничего там хорошего нет Купить ничего нельзя А так ходишь по улице туда-сюда Я слышал, что в городе дают хлеб по спискам Черного на человека 400 грамм А белого 300 Я очень удивился Напиши, как с хлебом и продуктами обстоят дела в Москве Не бедствуете ли вы? Слушайте, а почему он не конкретизирует ни место, ни город? Вообще непонятно, где он находится Потому что нельзя было выдавать информацию И так практически во всех письмах Потому формулировки старое место, новое место Очень распространены в письмах Здравствуй, моя дорогая Леночка Опишу, как я сегодня провел свой день Подъем в 7 часов Далее собираемся у казармы Где во дворе на крыше находится большой репродуктор Нам передают уроки гимнастики Потом занятие по метанию гранат на дальность И штыковому бою По нему наш взвод занял первое место Взвод у нас многонациональный Есть русские, грузины Украинцы, белорусцы Татары, армяне Так что теперь я знаю, как сказать спасибо на всех языках А на немецком я знаю только капут И больше мне ничего знать не надо Встречу фашиста в лицо, так и скажу ему Капут тебе, фриц И подниму его на свой штык А вечером мы узнали, что выходим в бой Потому следующее письмо Напишу тебе уже из нового места Прошу тебя описать мне, что делается в Москве Я долго не получаю письма от мамы Всего получил одно письмо Обнимаю тебя и котика Жду ответа Твой Борис Милый мой Борис Я пишу тебе это письмо, а руки не слушаются Я лучше сразу тебе скажу Твой папа погиб В первую же мою ночную смену в госпитале Фашисты бомбили город Мои родители и твой папа спустились в метро Но бомбы пробили перекрытие тоннеля И теперь твоего папы больше нет Моих родителей тоже Я узнала об этом только утром, когда вернулась домой Я побежала к развалу Я надеялась на чудо, ведь наша соседка тоже была там и смогла выбраться Еще несколько дней я надеялась, что кто-то найдется, но они погибли Боря, прошу тебя Прими эту новость стойко И не отчаивайся Мы ждем тебя дома Я и твоя мама Ей очень нужна твоя поддержка То есть, получается, ее родители погибли с его отцом Ну да Они, видимо, где-то рядом жили и спустились укрыться на одну станцию в метро Да Бомба попала в тоннель Смоленской Арбатской линии И людей, которые от бомбежки спустились в метро, завалило Это очень страшно, вот, один день так потерять всю семью Какой ужас Здравствуй, моя дорогая Леночка Пишу тебе ей из госпиталя Но сразу прошу, не пугайся Жив и почти здоров Письмо твое об отце заставило меня врасплох Доставили его накануне боя И я сплоховал и не справился Зацепило меня в плечо Не сильно Но очень обидно Лейтенант наш возлагал на меня особые надежды А я... А я не справился Врачи говорят, что выпишусь я быстро Я зол сейчас, как никогда И готов бить фашистов с новыми силами Новость о смерти отца я не принимаю Я не могу поверить, что его больше нет Милый мой Борис Не получаю от тебя писем уже полтора месяца Мы очень волнуемся И я, и твоя мама И котик, и уже и тетя Тая с дядей Женей Пожалуйста, пожалуйста, напиши мне Дядя Женя говорит, что молчание лучше, чем плохие новости Но я знаю точно Плохих новостей не будет Я верю, что ты жив и здоров Просто напиши мне хоть пару строк Хоть пару слов Я очень жду и верю С ним что-то случилось? 1 марта 1943 года германские войска начали операцию Бюхель Накануне ухода немецкие саперы взорвали мост через Волгу Уже к концу дня 2 марта Сталин выразил свое недовольство командованию фронтов Отметив, что преследование отходящего врага проводится вяло и нерешительно Он потребовал немедленно принять меры и создать подвижные отряды из разных родов войск во главе с инициативными командирами И направить их в тыл врага для перехвата путей отхода Борис находился как раз в одном из таких подвижных отрядов Он попал на линию огня и, чтобы спасти своих товарищей, бросился с гранатой на огневую точку фашиста Но он выжил? Выжил, но был серьезно ранен Здравствуй, моя дорогая Леночка Пишу тебе из госпиталя К сожалению, опять Подбил меня враг Но не убил Да и не убить ему меня Не знает проклятый фриц, почему пуля меня не берет А потому не берет, что дома меня ждешь и ты, и моя мама Не пишет, насколько сильно его ранили Бережет ее И она ему не пишет, что его матери больше нет В смысле нет? Матери не стало в начале февраля 43-го года Сердце пожилой женщины просто не выдержало всех ужасов войны Вскоре Борис, как и обещал, вернулся к своей любимой Леночке К своему псу-котику и к своей маме Которой не было в живых уже два года Но Лена не писала об этом Потому что она помнила, как он воспринял смерть своего отца И берегла его В 45-м году они поженились и прожили всю жизнь вместе У них родилось трое детей, четверо внуков и трое правнуков Их правнук Александр сейчас в нашей студии Я очень горжусь своими героическими прабабушкой и прадедушкой Они были невероятными людьми Очень сильными Письма войны не всегда были правдивы Люди, разделенные километрами, выжженные горем земли Берегли друг друга, потому что Правда иногда была настолько горькой, что сказать ее было невозможно Но они чувствовали друг друга И умели читать между строк Пронося свою любовь через любые испытания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова